В общем, всем привет, с вами Боди, ребята, и у нас сегодня богатая против бедная больница челлендж, ну, понятное дело, сразу же ставим лайк, и если вы не смотрели вчерашний ролик про Влада А4, а он реально появился в ролике, то лучше посмотрите, я советую на полном серьезе, погнали. Ну что, осталось зрение проверить, и в принципе, все готово, обследование пройдено. Нам, наверное, туда. Так-так-так. Скользкий пол. Еще два пациента. Пометим. Первый упал. Крупненький. Его в палату номер четыре. Премиум класса. Ну, а второй в палату... О, так быстро, это так быстро забирает. Это номер шесть. То, что осталось, так аккуратненько. Вот, Владислав Павлович, ваша палата. Эй, алло, включайся. О, ничего себе у вас тут больница. Все оформлено по-вышему. Кобяков, я не понимаю, ты упал на пол и сразу руку сломал? Ну, это жесть. В разряду. Кстати, я надеюсь, вам тут все понравится, и вы оставите положительный отзыв. Ой, ну ты даешь. Все пациентов с такими палатами нам премии выписывают. Вам мелочь, а мне приятно. Ладно, вы пока тут располагайтесь, а мне нужно к другим пациентам. Один справитесь? Да, конечно, справлюсь. Если что-то понадобится, вот тревожная кнопка. Хорошо. Если вдруг вам чего-то захочется или станет плохо, нажимайте на нее, всей больнице придет сигнал. Прибежим сразу. Понятно, хорошо. Ну все, доктор, спасибо. Буду отдыхать. Отдыхайте, отдыхайте. Офигеть, конечно, сервис. Вы просто посмотрите, какая кровать. Это же не кровать, это прям царская ложа. Ковер такой мягкий, удобный. Офигеть. Статую какую-то поставили. Почки свежие. Пахнет. Ну и, конечно же, самое главное, это фрукты. Я покушать люблю, ну а здесь смогу еще и веса под... А кто не любит кушать? Все любят кушать. Скинуть, потому что фрукты мало калорийны. Правильное питание, между прочим. Короче, кайф. Буду наслаждаться этим солнечным днем. Интересно, а как там Глент поживает? Проходим, Глент. Давайте активнее. Очмесь, Глентик, мне тебя жаль. Больница не ваша личная, у меня тут еще пациенты есть. Ага, иду я, иду. Не подгоняйте, я же на костылях все-таки. Вот ваша палата. О, вау. Проходим, проходим. Кстати, не забываем про бахилы. А где бахилы? Вот. Надевайте. Это же не бахила, это же мусорный пакет. Так, так, давайте меньше разговаривайте, надевайте. Время не резиновое. Ау, 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 ау. А, ну типа богатая и бедная больница, все. Можете. Давайте как-нибудь сами, вам еще с этим месяц жить. Ну вот, первая. С этим месяц? Вроде готово. А, тут две? Да. Жесть. Забыл. А, вторая бахила. Ну что вы, куда вам две? Так на всех не напастешься. Вы вам пока лучше осмотритесь тут, отдохните, а я попозже подойду. Слушайте, доктор, так у меня же нога болит, может сейчас что-нибудь предпримем? Уважаемый пациент, имейте совесть. Вас много, а я один. А, и это. У вас, если что, колокольчик есть. Звоните мне. Я тебе что подозвать? Если что, вы помните, звоните только в случае крайней необходимости. Офигеть, вот это я встрял. Не очень тут как-то чисто для больницы. Еще и сквозняк. Давайте посмотрим, что у меня тут в палате есть. Дырявая картина, тейп, видимо какие-то дыры в стенах, оттуда и сквозит. Паутины куча. Ну что, Человек-паук до меня жил или что? Не понимаю вообще. Полуживой цветок. Давай, помогу тебе. Все пыльное. Шуфлядки, два бинта. О постельном белье я вообще молчу. Здесь его никогда, наверное, не было. Матрас в тюрьмах и то лучше. Ладно, надо немного отдохнуть. Откуда ты знаешь, как в тюрьмах, Глент? Уже голова кружится. Ой, что это? Подучка какая-то влажная. Может доктора позвать? Хотя, блин, не буду я его звать. Он один, а нас больных много. ППС, а даже наволочки нет. Что страшного, потом помоюсь. Ну, наконец-то и до вас добрался. Так, что у нас тут у вас? Ага, понятно. Значит, болеете не подписоткой, да? Недостаточно серого цвета в организме. Ну ничего, все на самом деле очень просто и быстро лечится. Вот прямо сейчас, пациент, повторяйте за мной все действия. Первое. Спускайтесь под этот ролик и найдите красную кнопку подписаться. Так. Мы уже подписаны на канал, Сергей. Слушайте, теперь кнопочки. Сереж, подписаны. Отлично, веселье. Пойдемте. Ну как вам, Владислав Павлович? Все нравится? Так, ну давай. Да, в принципе, все хорошо. Ну, знаете, что-то вот не хватает. Вот, например, план мы бы вот сюда вот поставить. Отлично бы смотрелось. Я бы смотрел бы отлично ее. Ну, это, конечно, мы можем организовать. Но сами понимаете, за дополнительную кладу. Бюджеты не резиновые. О, поверьте, это не проблема. Потому что у меня есть новая суперкрутая карта. Тюньков Джуниор. Так, хорошо, это проматываем. Клада премиум класс. Беван, звоночек. Я же на работе. Ну там просто реклама была. Куча делай, заполнить бумажки, рецепты выписать. Случаи у нас хоккейные этажи тяжелые. А у вас какие жалобы? У меня, ну, жалобы... Вообще, что это за палата такая с паутиной и пылью? Слушайте, вы должны радоваться даже такой. Представляете, у вас последняя палата в больнице. Знаете, как вам повезло? Наверное, да. А может, вы сможете сюда какой-нибудь телевизор оформить? Кто я быстрее со скуки вон того, чем много... Давай, давай. Вот это вот нам не надо. Нечего нам статистику портить. Ладно, а с телевизором я что-нибудь придумаю. Я все-таки профессионал. Спасибо вам, доктор. Раз паучок, два паучок. Он пауков считает. Что вы делаете? Пауков считаю в этой палате. А что с телевизором? К сожалению, телевизора у меня для вас нет. Но ребята из детского отделения со мной кое-чем поделились. Нинкендо свич? Интересно. Привет, Глент. Меня зовут Салли. А меня Валя. Привет. Что за бред? Как рады с тобой познакомиться. На, да. Давай дружись. Как же телевизор. Салли и Валя усы. Это тебе вместо телевизора теперь, Глент. Да вы же, потише. Да и вообще, сдался вам этот телевизор. Эти ребята вам не только составят компанию, но и будут развивать вашу фантазию и мелкую моторику. Это получше всяких зомбоящиков. Держите. Ага. Так. Только смотрите низ. Глент, смотри, не свихнись только. Не портите. Детишки их очень любят. Все, развлекайтесь. Я зайду к вам попозже. Ага. Да. Вот тебе и современная медицина. Вот, отстой. Я бы лучше телик посмотрел. О, Кобяков, здорово. О, Глентик, здорово. Офигеть, у тебя тут хоромы. Ну да. Все вообще тут отлично. Только, правда, рука побаливает. Лубнику будешь? Давай. Блин, у тебя и тепло, и аккуратно. Так красиво. Конечно. Палата, люк. Почти как номер в пятизвездочном отеле. А у тебя что, не так? Ну, у меня вообще нет. Больше похоже на какой-то придорожный хостел. Хорошо, что крыс нет. Или я их еще пока не встретил. У тебя... Ген, пауки есть? Пазма есть. Ну да. Попросил, и мне принесли. Сервис на высшем уровне. А мне только Салли и Валли принесли. Это твои соседи по палате? Да нет, это носки говорящие. Ты это, может, направление к психотерапевту возьми? На всякий случай. Вот я там же. Блин, ну у тебя и красота, конечно. У тебя что, дезиприллятор есть? Обалдеть. Слушай, Кобяк, а я там у себя в палате пару зернышек кукурузы нашел. Может, это, попробуем попкорн сделать? Он же по-любому рабочий. Да не, Глент, ты чего? Я вот сейчас лучше на тревожную кнопку нажму, и мне приготовят. Все, пару минут. Эх, блин, так неудобно кушать. Ну так давай что-нибудь придумаем. Есть идея. Ну вот, так-то лучше. Ну да. Глент, а что вы тут делаете? У вас же своя палата есть. Доктор, это я у вас хотел спросить. А почему у Кобякова такая просторная палата, и мы телевизор принесли? Глент, а у вас возмущений слишком много. Какие у вас претензии к вашей палате? Ну там пыльно и холодно. Понимаете, какое дело? Не у всех есть хороший иммунитет, и не у всех есть везение. Но хочу вас обрадовать. Иммунитет у вас хороший, но с везением как-то не получилось. Больните, представляете, оставалось всего две палаты. Вот эта богатая, ну и вашая чуть поскромнее. Чуть-чуть. И вы попали к нам в последнем. А вот Владислав Павловичу повезло чуть больше. Он был прямо перед вами. Ему досталось вот это. И вообще, Глент, берите ваши клюшки и отправляйтесь к себе в палату. Давайте, давайте, быстрее. Не нарушайте больничный режим. Вот Владислав Павловича побеспокоили. Пока, Кобяков. Владислав Павлович. Как тебя чувствуете? Ну, терпимо. Тогда отлично. Давайте отвезем вас на снимок. Скрестим пальцы, чтобы ничего плохого там не было. Надеюсь, на приметах ваше лечение не заканчивается. Ну что вы, Владислав Павлович, давай я тебе покажу наше профессиональное оборудование. Ну давай. Это понимаете, сейчас мы будем смотреть, как лечит Кобякова, а потом мы будем смотреть, как лечит Глента. Горица вперед. Поехали. Давай. Вот, посмотрите, из Германии привезли новейшие технологии. Стоит, правда, как квартира в Москве. Ого, премиально. Конечно, Владислав Павлович, для вас все самое лучшее. Уважаю, спасибо. Пройдемте. Надеваем на вас. Так, стойте тут. Теперь присаживайтесь. И кладите руку вот сюда. Не двигайтесь. Что, не забыл? А пока мы будем делать вам снимок, наслаждайтесь этим замечательным коктейлем. А что мы тут делаем? Доктор, я пытаюсь щель одеялом закрыть, чтобы не дуло. Прекращайте это делать, пациент. Это пипец. Насколько все плохо. Жень, естественная вентиляция. Не надо ломать то, что работает. Ложитесь. Пока измерим вашу личную температуру. Ага. Ой, что там, что там упало? Раз, два, три. Чтобы микробы не вошли. Теперь скажите А. Вы уверены, что это безопасно? Конечно. Пять секунд еще не прошло. А теперь положите этот градусник под язык и закройте рот. Это шутка или что? Да нет, пипец. Пока я сделаю снимок вашей ноги. Я буду стучать, а вы кричите, если больно. А? Доктор болит. Ага, все понятно. Ситуация, мягко говоря, не очень. Одну секундочку. Вот, это ваша кость сейчас. Согласен, не самое приятное зрелище. Это что, вы мне так снимок сделали? Я вообще-то врач высшей категории. 20 лет опыта. Вы же поверьте мне, я могу воссоздать в рисунке любой перелом. Вот, смотрите. Короче, случай непростой. Скоро вернусь с лечением. А вы лежите. Это пипец. Владислав Павлович, ваш снимок готов. Но у меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Ну, давайте тогда начнем с плохой. Плохая в том, что у вас все-таки вот здесь перелом. Вот, видите? Кошмар, доктор. Люди вообще с таким выживают? Конечно. Кстати, это хорошая новость. Мы подготовили для вас эксклюзивный импортный гипс. Какой будет только у вас и у британской королевы. Ничего себе, королевы. Ну, надеюсь, он не какой-нибудь там девчачий. Я бы сказал, это универсальная модель. Одну секунду. Вот оно, сокровище. Похоже на какой-то музейный экспонат. Да это он и был до недавнего времени. Только слепит что-то очень. Да вы скоро привыкнете. А пока наденьте вот это. Я не понимаю, это что, золотой гипс? О, так получше. Спасибо, доктор. Отлично. А пока вы его осматриваете... Что? У меня есть для вас одно лекарство. Одну секунду. Пипец. Пожалуйста, две таблетки, не горькие, со вкусом свежей выпечки и чашечки чая. Скажи еще артезианская вода какая-нибудь. Точно, мое идеальное утро. Ну, а вторую после обеда. Вы пока отдыхаете, а я зайду позже. Жесть, конечно. Ребят, а вы что-нибудь когда-нибудь себе ломали? Напишите в комментарии. Ну, я не знаю, там, палец, ногу, руку. Да, напишите в комментарии. Как, я не понял. Вы что, хотите тут вторую ногу сломать? О, доктор, а я думал, что вы уже про меня забыли. Что вы такое говорите? Я тут искал передовые медицинские технологии. О, круто. Но с нашими бюджетами нашел только это. Картон? Это не просто картон. Это проверенное временем средство для лечения переломов. Этим еще на войне пользовались. Оно даже во многом лучше. Серег, ну это звездец какой-то. Ну, реально. Ну, так обращаться с пациентами. Существующие этих новободных, которые толком и не работают, пока не заплатят. Глентик, я бы тебе посоветовал бежать оттуда. Потому что у тебя дома по-любому будет лучше. Забота. Зато это, это вещь. Садитесь. Давайте вас подлатаем. О, такс. Ай. Аккуратней, аккуратней. Болит, болит. О, болит. У нас у всех тут болит. Ой. Для этого потерпеть. Это пипец. Теперь надо. Давай, давай. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Доктор. Ау. Это какой-то ужас. Я не могу на это смотреть. Хуже я вам все равно ничего не сделаю. У вас тут не нога, а полный фарш. Да шучу, шучу. Врачебный юмор. Вот здесь прикладываем и заматываем. Ага. Вот так вот. Ну, примерно как-то так вот. Думаю, сами там разберетесь. Я? Что, я что ли? Доктор, а это точно сработает? Конечно. Ваш организм сам должен справиться с этой ситуацией. Мы ему должны только немножечко помочь. Ага. Вот и помогли. Давайте, заматывается там. Ну, раз вы так говорите. А, кстати, доктор, у меня из-за пыли в палате начали глаза болеть. Может быть, есть какое-то лекарство? Лекарство, да, значит? Сейчас что-нибудь придумаем. Здесь, может быть, есть что-нибудь? Есть одно. Его чай, это его чай. Глазом точно поможет. Во. Что? Мусорка вон там. Да нет же, чай, лекарство от всех болезней. Это всем известный факт. Прикладываете пакетик к каждому глазу по 5 минут и увидите, глаза точно перестанут болеть. А еще и зрение улучшится. Спасибо, доктор. Вот что, господи. Пациент, лечитесь и помните, по 5 минут на каждый глаз. Приду, проверю. Ага. Ну все. Ага. Ммм, лимоном пахнет. Да блин, нет, это фигня какая-то. Мне кажется, даже обычный лайк эффективнее будет. Ребята, поставьте лайк, пожалуйста. В этой палате просто невозможно находиться. Хорошо, я уже поставил. Владислав Павлович, временно. А, чуметь. Временно собираться сил. Вы прям чувствуете, когда организму требуется еда. Ну, Владислав Павлович, я все-таки в медицине 20 лет. Встречал людей с разными пищевыми потребностями. И что вы мне приготовили? Вот, смотрите, суши с рыб. А больному можно суши кушать? Очень полезно для ваших пока не совсем здоровых костей. А это... Устрицы. Очень питательный продукт. А главное, эксклюзивно для вашей палаты привезли. Свежайшее. Ну и на десерт... Желе. Кстати, тоже имеет свойство быстро заживлять переломы костей. А чем имеется? Ну, желе я люблю. Да и в принципе все люблю. Давайте поближе подходите. Конечно, конечно, Владислав Павлович. Скоро на руках ходить будете. Ну, вы пока обедайте, а потом переходите к дневному сну. Не буду вам мешать. Пипец. Слушайте, ну как мне повезло, конечно, с палатой. И доктор такой заботливый. Вы только представьте. Устрицы на обед. Дайте угадаю. Гленту принесут сухпайок? Что хуже сухпайка? Я не знаю, ну, сухари и какой-нибудь чай. А, чай уже приносили. Только сухарики. Ну, конечно, на любителя. А вот суши, суши я люблю. А что это за кашель? Простудились? Ну, да, наверное. Да, мне кажется, ты из-за сквозняков в палате. Это не палата, а ваш иммунитет вас подставляет. Ну, не переживайте, мы тут такое на раз-два лечим. Так, все, подождите. Кричу, кричу. Что такое? Это что, обед? Это картошка, и на ней дышать нужно. Да, так есть хочу. Да, я так и знал, у меня такое уже было. Пар от картошки снимет отек, очистит дыхательные пути, и вообще, ни одно лекарство так не справится, как это. Мне так в детстве всегда заставляли делать, когда горло болело. Я думал, в больнице будут какие-то способы поновее. А зачем новее? Зачем? Вот вам надо организм химии качать. Я так не думаю. Все, давайте. Потом эту же картошку кушать и будешь, Глент. Полотенчика на голову и дышим через рот ровно. Ну, давай, давай. И там 10 минут. Вот, не халтурьте. Приду проверить. Господи, мне его так жаль. Ну что, как ваш кашель? Все прошло, доктор. Только, конечно, держать лицо над паром 10 минут, задача не из простых. Зато выздоровели и согрелись. Одни плюсы. Доктор, а когда обед? Я так есть хочу. Да-да-да, точно. Так. Как? Бедного аппетита. Только одну? Конечно. А вы что, хотели других без обеда оставить? Ай-яй-яй, постыдились бы. Да нет, нет, я просто спросил. Ну хорошо, если так. Скоро вернусь. Надеюсь, за это время с вами ничего не случится. Я же тебе сказал. Почему без соли? Одной картофелиной сыт не будешь. Масло еще нужно. Можно еще что-нибудь найти. По-любому в больнице должен быть общий холодильник. Ау-у-у. Ау-у. Здесь есть кто-нибудь? Одно. Это что за комнатка? Ординаторская. О. Тут кухня. Можно чем-нибудь подкрепиться. А это не твое. Брать чужое нельзя, Гляд. Лежит цель, иду к ней. Опа. А, блин, с другой стороны. Да, не густо. Ну, хоть что-то. Так, что тут еще есть? Какая-то открытая кола. Это я пить не буду. Возможно, какие-то анализы. О-о-о. Чуть не упал. Ничего интересного, ничего интересного. О, интересно, что в шкафчиках? Да не надо, ну это же не твое, Глент. Зачем ты так делаешь? Пусто. Какие-то документы. Я не понимаю, откуда Серега взял мидию? Скелет в шкафу. Ну это, наверное, какой-то врачебный юмор. Но зато у меня назрел прикол. Ты что? Кто это? Купался, Кобяков. Блин, Глент, я уже думал, что за мной пришли. Ты что так франкуешь? Ну что, нормально? Видел бы ты свое лицо. Ага. Глентик, доктор вообще может скоро зайти. Прогонит тебя опять, как косенка. И вообще, что ты летаешь по больнице с переломом ноги? Так блин, мне скучно. Ну да, согласен. Сидеть в четырех стенах не самое лучшее занятие. Есть идея, как разыграть нашего доктора. Ну, только если во имя прикола. Потому что он мужик хороший. С двадцатилетним стажем, между прочим. Ну что, Владислав Павлович, как вы? Бодрые, веселые. Да, в целом все хорошо. Что это у вас? Доктор, доктор! Что мы натворили? Блин, я же не знал, что он такой чувствительный. Доктор же. Всякое должен был видеть. Так, нужно срочно его поднять. Да, реально. Ну, блин, я поведусь на ваши больничные приколы. Да я сам эксперт больничных приколов. А вы, вон, только что материалы чуть для анализа не сдали. Доктор, а можно как-то быстрее руку вылечить? Владислав Павлович, по секрету вам скажу. Сейчас разрабатывается одно секретное лекарство. Ну, для быстрого заживления перелома. Но оно пока недостаточно проверено. Могут быть побочные эффекты. Было бы здорово. Сделал один укол и все. Собрался как трансформер. Ага. Неужели ничего нельзя придумать с проверкой на побочный эффект? Я бы вам такой отзыв оставил, что вас бы главврачом сделали. Хм. Владислав Павлович, одну минутку. Сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас она, Глент, я уже понял. Глент, неугомоны вы наши. Пройдемте-ка в вашу палатку. Мне как раз нужно вам дать одно лекарство. Пойдемте, пойдемте. Реально, лекарство. Владислав Павлович, пойду займусь тестированием препарата. Надеюсь, все пройдет отлично. Спасибо, доктор. Ну что, пациент, время принимать решительные меры для развития медицины. Что вы имеете в виду? Говорю, лекарства давайте принимать. А это больно? Да нет, как комарик укусит. Ну вот, а вы боялись. Ой-ой, пациент, вы себя хорошо чувствуете? Что? Я как-то плохо стал вас слышать, доктор. А так и не скажешь, что плохо слышите. Доктор, а что с моими ушами? Почему они такие огромные? Лекарства все-таки стоит еще доработать. Ну, слушайте, многим даже нравятся большие уши. Давайте находить плюсы во всем. Ой, ой. Доктор, я что-то нервничаю. Может, у вас есть успокоительное? Не переживайте, у меня есть... Господи. Это очень хорошее средство для успокоения. Господи. Еще не было пациента, которому не подошло. Вы пока дышите, а я сейчас все принесу. И помните, вдох-выдох, вдох-выдох. Молодцы, не забыли дышать. А вот ваше лекарство от нервов. О, котята. Вот так вот. Какие они милые. Ну как там, легчало? Да, доктор, стало гораздо спокойнее. Вы просто посмотрите, какие они миленькие. Доктор, у вас такие прогрессивные способы лечения. Не стоит благодарности, это моя работа. Красавцы. Вот так. О, доктор, ну что, как там с лекарством? Ну, эксперимент можно считать неудачным. Только если вы не хотите себе огромные уши, как у эльфов. Ой, доктор, что-то меня от ваших слов аж поплохело. Голова разболелась. Так, ну вы это, прилягте, прилягте. Так, опишите вашу боль. Если не считать глубочайшего разочарования, то ощущение, как будто обезьянка в глубину стучит в голове. О, тяжелый случай, грустные мигрени. Одну секунду, я знаю, что он поможет. Вот, держите, приложите холодненькое. Думайте о богатстве. Господи, он золотой слиток ему дал. И успехи. Класс, успех, богатство. Отлично, как, помогает? Ага. Какие вы маленькие словные, какие вы хорошие. Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрю, у вас уже побочные эффекты прошли? Да, прошли, только что-то я чихать начал. Я не понял, Глент, вы опять порастудились. Глент, я же с котиками спал, мне было тепло. А, ну все понятно. Вот вам салфеточка. Ага, а что вы делаете? Вот, как что? Экономлю, это вам, а это другим оставлю. А то на вас целой бумажной фабрики не хватит. Доктор, так это же мне на один раз. Вот вы один раз и высморкаетесь. Какие еще жалобы? Нос сопливит, глаза чешутся и голова раскалывается. Ага. Пипец какой-то. Вы, котики, спасибо вам большое. Он здесь только наоборот заболевает. Видите? А вы, Глент, почему не сказали, что у вас аллергия на этих котов? Так у меня ее и не было. В любом случае, котиков придется отдать. Блин, а мы только с ними подружились. А этих отдам в детское отделение. Там они точно не соскучатся. Сейчас вернусь. О, ну как там пушистики? Котята нашли себе новый дом. А это вам, Глент, чтобы голова не болела. А? Это еще что такое? А это самая настоящая белокочанная капуста. Лечит боли, артриты, гастриты и да вообще все. Жаль, что капуста не зеленая. Здоровья, Глент, не купишь ни за какую капусту. Ну ничего, скоро вам полегчает. А пока отдыхайте. Это салатайсберг вроде, нет? О, господи. Как я устал с этими пациентами. Не минуты отдыха. То несварение, то запоры, то этот ушастый эксперимент. Ну ничего. Сейчас отдохну немного. Почитаю пару врачебных анекдотов и снова в бой. Вот, вы только послушайте. Мой любимый врач сказал, что у меня врожденные способности к горнолыжному спорту. И в чем это выражается? У меня быстро срастаются перелобы. Хе-хе-хе. Профессиональный анекдот. Ладно, все, продолжу читать. Доктор, я в своей палате не один. Да? А справка от психиатра это подтверждает? Нет, нет, нет. Я не о том. Пойдемте покажу. Ну вот, смотрите. Не мог же я его выдумать. Ну, после таких лекарств могли. Но это Виталий Семенович, ваш сосед по палате. Как, как, как сосед? У меня же одноместная палата, доктор. Я понял, пациент. Сейчас трудные времена. Больничных местных не хватает. А вы только о себе думаете. Вы и меня выдернули с моего законного перерыва. Если что-то понадобится, у вас всегда есть колокольчик. Все, знакомьтесь. Здрасте. Сосед. А у тебя что, нога болит? Ну да, нога. Меня Виталий Семенович зовут для своих просто Семен. Что? Да ничего. Хорош, хочешь? Не, пожалуй, откажешься. Зря. Для пищеварения самая, понимаешь, нужная вещь. Эх, ну ладно. Будем, получается, вместе лечиться. Садись. О, слушай, смотри-ка, что я с дачи прихватил. Я профессионал в этой игре. А это шашки или шахматы? Шашки. А где шашки? Да, видимо, в попыхах забыл. Ну, ничего страшного, можем просто в окно посмотреть. Да сейчас. Я ведь просто так не сдаюсь. Смотри-ка, что я придумал. Ну давай. Опа. Ого. Это вы таблетками что-ли выложили? Ну, капец, вы из любой ситуации выход. Ха-ха-ха. Стены все в щелях. Им бы не мешало бы, конечно, заделать их. О, вот что тут есть. Ну-ка. Вот теперь. Шик, блеск, красота. А, это Глента. Да, сейчас, секундочку. Здесь, звони, не звони. Знаешь что, здесь надо самому решать проблемы. Иди, беги, что-нибудь вам тебе надо сделать. Ну, нам бы еще одно одеяло достать. Мне же тоже холодно. О, извини, свое отдать. Не могу. Это вообще-то и есть мое одеяло. Эй, эй, ты, бандит одноногий. Иди, я знаю, что надо сделать. Что делать будем? Смотри. Во, и считай, получили два пледа. Держи. Спасибо. О, красота. Теперь я хожу. Давай. Господи, я не знаю, как мне реагировать. Ну что, больные? Как пришли? Это какой-то дурдом. Учились? Надеюсь, как пересаженная почка? Я не понял. Ладно, вот это тут. Но вы, Виталий Семенович, куда? Зачем имущество больницы портите? Так это, холодом повеяло. Ну хорошо, что не могильным. Извините, профессиональный юмор. Доктор, ну это уже вообще ни в какие ворота. Холодно, дует, а вы с этим ничего не делаете. Как это не делаем? Моя миссия заботится о вас. Я как раз принес вам средства обогрева. Вот, и уюта, и тепла добавил. А вы жалуетесь тут. Не, ну конечно, Серег, ты даешь. Шашку подождут. Шик, гладь, благодать. Да, в тюрьме веселее было. Что? Я говорю, если холодно, размяться можно. Я сдачи кое-что подхватил. Держи. Держи. Как же я играть буду, бля? Нога сломана. Не переживай, я тебе поддаваться буду. Ага. Лови. Ой, о, видишь? Круто. Веселитесь, я смотрю. Ну все правильно. В здоровом теле здоровый дух. Правда, вы, Глент, не очень здоровы. Чего не скажешь о вас, Виталий. С вашими анализами можно хоть в космос. Ну а вам, Глент, еще немного придется порадовать меня своим присутствием. Ну, все, тогда, бывай, сосед. Хорошо. Эту, эту себе оставь. Дарю. До свидания. Виталий, доктор, для своих, просто Семен. А зачем ты оставил ему ракетку? Дал бы хотя бы вот этот вот шарик. Как, я не помню, как он называется. Не болейте. А вы, Глент, не печальтесь. Одному, может, даже и лучше. Правильно же говорят? Меньше народа, больше кислорода. А ком я позже сойду. Блин, ну что мне теперь сейчас одному с этой ракеткой делать? На гитаре играть? Блин, сломалось, что ли. Владислав Павлович, что случилось? Доктор, так скучно, что просто невозможно. У вас что, развлечений здесь вообще нет? Ну как, нет, все есть, просто не для всех. А для меня что-то найдется? Ну конечно, что же раньше молчали? Сейчас все устроим. Вот, держите, джойстик, Владислав Павлович. Мы с Тэшем подключили. Ты серьезно? Спасибо. Ну, у меня, правда, будет одному скучно играть. Может, вместе сыграем? Владислав Павлович, я, конечно, с удовольствием. У меня там пациенты еще. А на 100 баксов? Ну, там не тяжелые случаи. Думаю, они смогут подождать. Так, где там? Только это, доктор, мы тут не в равных. Это пипец. В условиях получается. У меня-то одна рука только рабочая. Ну, Владислав Павлович, так и быть. На первых раундах я вам буду поддаваться. Э, куда ты собрался? Владислав Павлович, я вам сейчас надаю по жопе. Давай, давай. Как меня достали здесь все. Вау, я выиграл. Доктор, давайте 100 баксов. Владислав Павлович, ваша рука. Точно, я могу шевелить рукой. Вот, что значит настоящая прогрессивная медицина. Кость рослась меньше, чем за 24 часа. Примите мои поздравления, Владислав Павлович. Можно вас выписывать. Ага, 100 баксов. Надо сказать Кобякову, чтобы он тут автограф поставил. Не могу тут... О, не, 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 только не это. А если этот таракан мне под гипс заползет? Доктор, доктор! Все, Глентик тоже выздоровел. Доктор, доктор, так. Стоп, я могу ходить. Мне не больно. Даже бегать могу и прыгать. И победный танец танцевать. Офигеть, ну все-таки снимок был сомнительный. Нужно показать доктору и скорее выписываться с этой больницы. Доктор, 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 я могу ходить. А все потому, что в вашей палате был настоящий таракан. Таракан в больнице? А, это лечебный таракан. Шоковая терапия, дрессированный. О, видите, как сработало. Кстати, как ваша нога? Болит? Нет, доктор, чувствую себя... Ой, пипец. Отлично, вот, сами посмотрите. Вот и отлично. Такая хореография после таких травм. Это настоящее чудо. Поздравляю, вас тоже можно выписывать. Ну а пока вы будете собираться, самое время сказать. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за своим здоровьем и старайтесь никогда не попадать в больницу. Серёг, молодец. Всем пока! Короче, что я могу сказать по поводу данного ролика? На самом деле клёво, забавно и прикольно получилось. Поржать можно было от души. С вас самое главное тоже подписочка на наш с вами ютуб канал. Включайте уведомления, смотрите вчерашний ролик, где Влада А4 реально показали наконец-то на канале. И всем пока!